Всем жителям города в обращение, потому что все-таки будет некоторое неудобство, эти неудобства нам надо совместно перенести. На работу по объездной. В Енисейске началось благоустройство центральной части города. Подрядчик отработал хорошо, даже раньше срока закончил. Практически все работы закончены. Сейчас будет идти приемка, документы и так далее. Поселки Подгорный, Железногорска в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» установили современный детский городок. Очень много усилий вложили. Целый месяц сделали из подручных материалов. То есть и картон, и бутылки. Все то, что выкидывается, мы применили здесь. Потягались в креативе. Вканские семейные пары приняли участие в традиционном параде колясок. В Енисейске началось благоустройство центральной исторической части города. 6 июля на улице Ленина работает специальная техника. Она снимает старый асфальт. Вслед за дорожниками на улицу выйдут археологи. И только после их изысканий начнется ремонт проезжей части и тротуаров. В течение нескольких месяцев понизят уровень дороги, сделают ливневую канализацию, благоустроят пешеходные зоны. Производство работ будет проходить с полным закрытием центральной части города Енисейска для автомобильного транспорта. Это улица Ленина от Бабкина до Горького. И улица Кирова в промежутке от Партизанского до Горького. Также будет ограничено движение пешеходов. На сегодня мы уже начали работать по снятию асфальта бетонного покрытия по улице Ленина. Всем жителям города в обращение, потому что все-таки будет некоторое неудобство, эти неудобства нам надо совместно перенести. Мы планируем открыть по плану открытие движения, как транспорта, так и пешеходов, будет произведены к октябрю месяцу текущего года. 7 июля схема движения автобусов городского и прегородного следования изменена. Их маршруты будут проходить по улицам Ванеево, Фефелово, переулку Партизанскому и далее по Рабоче-Крестьянской улице. В поселке Подгорный установили современный детский городок. Проект реализован в рамках краевой программы формирования комфортной городской среды. Накануне игровой комплекс осмотрели первый заместитель главы Сергей Пешков, специалисты управления капитального строительства и представители общественности. Подрядчик отработал хорошо, даже раньше срока закончил. В общем-то, практически все работы закончены. Сейчас будет идти приемка, документы и так далее. Но, видите, дети уже здесь играют, их никто не собирается никуда удалять. Самое главное, что дети сами приходят, никто их не заставляет, им здесь нравится. Детали конструкции городка изготовлены из металла, пластика и дерева, отвечают всем современным требованиям безопасности, говорят специалисты. Территория под круглосуточным видеонаблюдением. Можно следить за всем, что происходит на площадке. Достаточно зайти на сайт k26.ru, и родители могут смотреть за детьми в режиме онлайн. В целом, неплохо. Есть недочеты, которые устранят с горкой, с кат на дорогу. Что-то где-то еще доделают, дочинят. Но в общей сложности все хорошо, мы очень довольны. И городок получился разносторонний по возрасту, что и малыши могут поиграть, дети постарше. Теперь мы ждем от администрации, что они организуют досуг нашим детям, которым уже больше 10 лет, чтобы они не проводили вечернее время на этих лавочках, у них было бы какое-то другое мероприятие. Напомним, городок планировали сделать еще в прошлом году, но аукционного выполнения работ так и не состоялся. Реализовать проект удалось только сейчас. Хотя о том, что такая площадка необходима, жители Подгорного говорят уже давно. После того, как заканчивается время пребывания в детском саду, все идут сюда. Мамочки и с колясками, и с малышами, и постаршие ребятишки, всем очень сильно нравятся. Я думаю, дети очень сильно довольны, потому что вот такой площадки на самом деле в Подгорном у нас нет. Я думаю, что все родители, безусловно, довольны тем, что... Ну и, соответственно, дети. Так, ну площадка большая, хорошая, все нравится ребятишкам. Единственное, качелей не хватает, любят все качаться. А так здорово. Во дворах обычно небольшая либо качелька, либо лазилка небольшая. А здесь можно и побегать, и покататься, и покачаться. Мне нравится, что дорожку заасфальтировали. Можно наконец-то где-то у нас покататься на роликах будет. Потому что асфальт не везде ровный, а здесь и мягкое покрытие. Вот это мне нравится. По краевой программе формирования комфортной городской среды на строительство детской площадки выделено порядка миллиона рублей. До конца июля здесь также установят дополнительное освещение. Назарова встанет в один ряд с городами других стран мира. Такой шанс муниципалитету подарили бойцы трудовых отрядов. Ребята приступили к реализации проекта «Краски города», который получил поддержку в региональной программе «Территория-2020». Активисты вооружились ведрами с краской и принялись украшать серые стены города. Первым на очереди стал забор центрального спортивного комплекса «Шахтер». Здесь изобразят достопримечательности городов и стран мира. Мне показалось, что у нас какой-то грустный серый город. Из-за этого я решила сделать его ярче. И чтобы люди видели, что наш город тоже может быть красивым, мы решили нарисовать на нем другие города. Реакция людей в основном, то есть когда я работала первый сезон, была положительная, потому что людям нравится, люди были в восторге от того, что мы старые рисунки превратили в новые, более насыщенные, более красочные. На бетонных плитах уже появились статуи свободы из США, силуэт Парижской эйфелевой башни и лондонского Биг Бена. Изображения знаменитых зданий и сооружений будут рисовать до конца августа. Как рассказали в молодежном центре «Бригантина», бойцы трудовых отрядов также нарисуют и достопримечательности нашего региона. На одной из плит появится символ Красноярска, часовня Пороскевы Пятницы на Караульной горе. Также подростки нарисуют и город Назарова. Скорее всего, это будет Назаровская ГРЭС. Точно средневековый замок, утопающий в зелени. Эта крепость еще месяц назад выглядела иначе. Состарившийся от времени кирпич, стены, исписанные непристойными надписями. Сегодня замок выкрашен в белый цвет, новым металлом зашита крыша, двери и окна заложены кирпичом. Старожилы этого двора вспоминают, сколько раньше сюда стекалось детей буквально со всей округи. Помимо кирпичного замка, в центре стояла деревянная конструкция с навесными переходами к башням. Это было излюбленное место для игр детей. Но деревянную конструкцию демонтировали лет 15-20 назад. В последнее время кирпичный городок тоже уже представлял опасность. Городок был построен в конце 70-х прошлого века. С приходом 2000-х использовать для игр его стало невозможно. Крепость, точно магнит, притягивала выпивающие компании. Постепенно башни превратились в общественные туалеты, свалку мусора. Кроме того, решетки на окнах были вывернуты так, что прутья торчали во все стороны. Родители боялись отпускать детей во двор одних, поэтому и обратились в администрацию за помощью. Ремонт удалось сделать благодаря настойчивости жителей. Оценивая проделанную работу, отмечают, что результатом остались довольны не на все 100%. Так-то вроде красиво, аккуратненько. Но вот все вот эти недоделки, асфальт этот непонятный. Ну и, собственно, детям-то играть негде. Потому что вот эта песочница, ну это для совсем маленьких, а для детей постарше. Неплохо, очень симпатично, но можно было, может быть, разрисовать как-то по-детски, чтобы как-то было повеселее. Может быть, вот эту площадку немножко улучшить. Вот здесь вот, асфальт, да, чтобы можно было ходить. Дополнительное место для игр появится в будущем. Жители вступили в программу «Комфортная городская среда» и уже ее софинансируют. В августе в их дворе расширят парковку и поставят детский городок. Площадку перед крепостью, скорее всего, тоже благоустроят в ближайшее время, прозвучало на депутатской комиссии. Решение о ремонте кирпичной крепости принималось депутатами в качестве поручения администрации. «Крепость приведена в то желаемое состояние, которое мы хотели. Остался один ландшафтный выравнивающий какой-то шаг, который бы привел эту площадочку либо в зеленую площадку, либо восстановил асфальт. Работа будет выполнена, она еще и закончена. И во всяком случае, мы очаг асоциальных служб, с бомжами, с мальчишками, с кулюганами, с кострами, с собачками, все это перекрыто, и сняты опасные лестницы и опасные дворки, которые там были. Сейчас это будет вполне безопасный обед приличного эстетического состояния». Работы обошлись местному бюджету почти в 400 тысяч рублей. Рассматривался вариант и демонтировать замок, но решили оставить, так как этот, теперь уже арт-объект, дорог для истории города. В Канске состоялся традиционный парад колясок. В нем приняли участие 12 семей. В этом году мамам и папам предложили украсить транспортные средства малышей в виде героев различных литературных произведений, а также принять участие в специальной номинации «Креатив в отрыв». У одних коляска превратилась в футбольные ворота, у других – в морковку. Диана Лисина участвует в конкурсе уже в третий раз. Первой ее работой был корабль с салыми парусами, потом колобок, теперь вот кусочек сыра и маленькие мыши от авокруг. «Это обычный картон, то есть навык шития есть, быстренько раз-раз иголочкой, ниткой сшили, каркас, костюмчики тоже быстро сшила, как бы ничего сложного, когда главное – время и материал». Картон, кстати, самый популярный материал, который использовали участники в подготовке своих работ. Правда, выглядит он у всех по-разному. Одни красят, другие обклеивают, кто-то выбирает простые формы, кто-то собирают из мелких кусочков, как, например, Нина Москаленко. Подготовку к параду колясок она начала еще в мае. «Очень много усилий вложили, целый месяц сделали из подручных материалов, то есть и картон, и бутылки, все то, что выкидывается, мы применили здесь. Но, конечно, пока везли с Сотникова почти переломали, расстроились, наплакались. Ну вот, что есть, то есть. Каждый день помаленьку вырезали каждый шестиграник, склеивали. Много сил ушло. Доча помогала. И Семка помогал, тут же ломал, тут же делал. Все вот так, вместе, в общем, вдвоем». Подготовка к параду – это для всех самый интересный и волнительный момент. Само же шествие пролетает очень быстро, после чего члены жюри приступают к сложной процедуре выбора победителей. Победы были достойны, конечно же, все, поэтому судьям буквально пришлось делить каждое призовое место среди нескольких участников. И даже первых мест в этот раз оказалось два. У Арины Моховой с работой «Лето в подводном царстве» и у Егора Жукова с работой «По щучьему велению, по Егориному хотенью». Кстати, чтобы доставить эту печь на конкурс, семье пришлось задействовать крузовой автомобиль. Нам хотелось выйти по-русски на русской печи, поэтому выбрали Эмелю, который ехал на печи. Ну и сами мы сплели себе венки из ромашек, оделись в русские рубахи, сарафаны. Все участники и победители получили памятные подарки от организаторов. Завершилось мероприятие праздничным концертом. Редактор субтитров А.Семкин